Российская ракета «Кинжал» поступит на вооружение к 2020 году. При этом она успешно проходит испытания, передает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки. По данным телеканала, новейшие ракеты уже прошли 12 испытаний на истребителях МиГ-31 и теперь ведется работа по адаптации ракеты под бомбардировщики. Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал РИА Новости, что гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» вооружат дальний бомбардировщик Ту-22-3. CNBC сообщает о трех успешных испытаниях «Кинжала», последние из которых состоялись в июле, когда ракета поразила цель на расстоянии чуть более 800 километров. Ранее телеканал опубликовал материал, в котором утверждалось, что гиперзвуковое оружие «Авангард» также достигнет боеготовности к 2020 году. 1 марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Среди них — авиационный комплекс «Кинжал», ракетный комплекс «Сармат», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» и лазерное оружие. Также президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия, системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число МАХа более чем в 20 раз. В Пентагоне уже не раз высказывали опасения, что у Вашингтона пока нет возможности перехватывать гиперзвуковые ракеты. В частности, на это во время слушаний Сенатского комитета по вооруженным силам указывал глава стратегического командования Минобороны США генерал Джон Хайтин. Помимо этого, в СМИ появилась информация о проблемах американских систем про так, по сведениям газеты The New York Times, в 2017 году в Саудовской Аравии за РК Петрит не смог перехватить даже тактическую баллистическую ракету R-11 «СКАД», разработанную еще в середине Хавека.